привет ребята со мной сегодня мои друзья сифон борода мы пробиваем путь за мормышем чем еще заняться вечером в минус 36 в общем вот такая вот у нас дорога впереди да и сзади тоже вот уже больше часа рубим пилим пытаемся добраться хочу делать надо мормуша добыть надо ловить сегов и другую вкусную рыбу очень тяжко очень нужно конечно было поснимать интересно все что вот сейчас тут происходит но не до этого поверьте потому что дел очень много и тут думаешь быстрее добраться быстрее бы пока хоть светло начать андрюх наверно вот тут наискосок надо ехать вот здесь или вот тут вот потом посмотреть вон там спуститься ну вот ребята с мормушем вышла оказия небольшая пробирались проламывались но мормуша не оказалось точнее его было просто мало вот а прошлый год его там было полно мы же время не тратим проводим его с пользой когда только планировал переезд в Таруханск искал информацию смотрел видео но толком ничего не нашли мы сегодня с вами отправим небольшую экскурсию по нашему замечательному силу минус 45 градусов посмотрим как она себя чувствует погнали силу минус 46 градусов первого, в конце 30 минут ну плюс 贅و ну и А начнем мы сегодня наше путешествие с улицы Советская, одна из главных улиц Таруханска. Слева котельная, справа аптека, спорткомплекс имени Давыдова слева, там занимаются боксом и другие тренажерные залы. За ним идет управление ЖКХ, справа библиотека, котельная. А слева новая дизельная электростанция. Четыре дизель-генератора, бортсила там стоят. Мощность 6,4 мегаватта. А мы с вами отправляемся в микрорайон Восточный. А слева заброшенные здания бывшего хлебкомбината, а также здания, где производили лимонад. Да-да, в Таруханске делали лимонад. Заскочим на заправку, ребята. Ну вот она, наша красивая. Если посмотреть прямо, то там пожарная часть. А мы же с вами отправимся к терапевтическому отделению нашей больницы. Сейчас сложная обстановка. Много людей болеет. Больница достаточно заполнена. Вот такое вот здание. А слева котельная, которая согревает в микрорайон Восточный. Поехали посмотрим, что там. Несколько относительно свеженьких домов. Кирпич, стены полметра. Как я понимаю, их строили для бывшей воинской части, которая здесь располагалась когда-то. Справа у нас располагается дом престарелых. А слева столярная мастерская и гараж автотранспортного предприятия. Вид на Тунгуску. Давайте прокатимся по береговой линии. Справа у нас метеостанция. А слева мы проезжаем участок вашего покорного слуги. Когда-нибудь тут будет дом. Свято-Троицкий мужской монастырь. Села Таруханск. Одно из самых старых зданий. А, наверное, самая старая. Не могу не показать вам эту прелесть. Просто завораживает. Конечно, камера не передает все это так, как это вижу я своими глазами. А мы же отправляемся дальше. Улица Спандаряна. И справа у нас Дом культуры. За ним Дом-музей Спандаряна, советского революционера. Здесь отбывал ссылку. Также Свердлов на соседней улице. Такой же домик. А слева тем временем мы видим суд. Справа обелиск Победы и сквер Победы. Также справа наш новый спорткомплекс, который обещают сдать к Новому году. А перед нами управление поликлиники, больницы. А также сама поликлиника, детская поликлиника, роддом, хирургическое отделение. Тут комплекс зданий. Также слева вот это синенькое белое здание, пенсионный фонд и судебные приставы. А мы едем по улице Пионерская. Справа у нас Почта. Здесь забираем вашу корреспонденцию. Точнее нашу от вас. Также справа мы проехали среднюю школу. Субтитры сделал DimaTorzok. Тем временем мы с вами уже на улице Киевская. Здесь между вот этих двух домов стоял еще один дом, который сгорел, которому мы помогали, оказывали помощь людям. Субтитры сделал DimaTorzok. Перед нами здание типа ангара. Это один хороший человек сделал для детей каток. Но два года уже не работает из-за пандемии. Бывшее общежитие разобранное. А слева действующее общежитие. И, наверное, самый густонаселенный район Таруханска. Улица борцов революции. Ее я называю фавелой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, вы поняли. Субтитры сделал DimaTorzok Дома, как по мне, то бараки, строили геологи, когда в Таруханске проживало 16 тысяч человек. Очень большая была экспедиция. Точнее, много экспедиций. И всем надо было где-то жить. А мы перемещаемся на улицу Нансена и продолжаем наше движение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Частный сектор. Дома на двух-трех хозяев. Общественный транспорт, как без него, автобус едет в Селиваниху. Субтитры сделал DimaTorzok Мы же едем по 60 лет октября. Субтитры сделал DimaTorzok Слева стадион. Весьма хороший, с хорошим футбольным полем, беговой дорожкой, трибунами для зрителей. Наши виды. Это что-то непередаваемое. А мы же едем ближе и ближе к Енисею. Едем в район аэропорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слева Енисей в такой плотной дымке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Справа памятник покорителям Таруханского неба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед нами бывшее здание здравпункта. ПОМОТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТ Улица Молодежная. Улица Молодежная. Возвращаемся по объездной дороге и едем обратно. Улица Молодежная. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, закончилось наше такое путешествие небольшое В следующий раз, может быть, прокатимся больше Ну и прощаюсь с вами ненадолго Как обычно, не болейте, не грустите На рыбалку ходите Пока